Редкий товар на массовое производство из козьего молока наладил выпуск кисломолочных продуктов фермер из Верхнеуслонского района Татарстана. Мурат Сиразин производит котык, бифидок, айран, йогурт по старинным рецептам в домашних условиях. В них вчиталась Екатерина Белалова. Молоко мы берем или парное, или берем охлажденное из холодильника. Мурат Сиразин открыл в большом хозяйстве новое производство. Фермер из Верхнеуслонского района начал изготавливать кисломолочную продукцию. Среди татарстанских фермеров пока не самый популярный продукт. Технология проста. Козье молоко смешивается с закваской и помещается в термошкаф. Через несколько часов напиток готов. Из него также можно сделать еще и бифидокотык. В обычный котык изготовитель добавляет лактобактерии. Их предприниматель закупает в аптеке. Все по запросам потребителей. В каждом человеке должно быть не менее двух килограммов вот этих бифидобактерий. Козы на его хуторе на свободном выгуле каждый день, едят только экологически чистые продукты и пьют колодезную воду. Потому и вся продукция у предпринимателя натуральная. Коз швейцарской зоанинской породы он купил в прошлом году. Вот он родился два дня назад, но он такой хитрый, значит, как его только выпустишь, он везде где-нибудь спрячется, я потом по полчаса его ищу. Но, видимо, здесь потому что орлы летают, у него какой-то инстинкт. У животных этого подворья есть леса, луга и даже озеро. Всеми командует один лишь пастух, которому не надо платить зарплату, он работает за совесть и тарелку супа. Пастух! Иди сюда. Швейцарская овчарка Бордер Колли. Единственная порода в мире, которая не охраняет, но пасет. Любых животных, коров, коз, баранов и даже птицу. В этом году предприниматель планирует расширить поголовье коз, чтобы начать выпуск из козьего молока, творога, мороженого, сметаны и сыра. Екатерина Белалова, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан, Верхнеуслонский район.